Всем привет! Сегодня мы решили поехать во дворец Дюльпер. Кто хочет с нами, оставайтесь. И мы с вами попутешествуем около дворца в парке. Увидим все самое интересное. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы случайно зашли на него. Не забудьте подписаться на мой инстаграм Николаев Нижнее Подчеркивание Кино и на мой тикток канал Никонаев Нижнее Подчеркивание Кино. Поехали! Так, без масок не входить. Мерят при входе температуру. Так, ну и график. Цена билета 300 рублей, но сейчас узнаем, сколько это стоит. При входе не очень сексуальный охранник. Всем говорит, ну извините, я вас сейчас здесь тыкну. И тыкает вас. И меня, и Пашу потыкал. И сейчас заходит снова пара, и снова он их тыкает. Как вы думаете, что он делает этим тыканем? Зашли на территорию, надели на вот такие браслеты. А вы экскурсии? А я вам экскурсии. Стоит экскурсия, ну экскурсия стоит 300 рублей, но она в 2 часа время. Сейчас только час, так скажем, дня. Поэтому, ну ходить по парку, у нас все написано. Поэтому, что мы знаем, вам расскажем. Вот, ну ждать экскурсию час, как-то нам не захотелось, честно говоря. Поэтому мы решили просто прогуляться, спуститься, самостоятельно рассказать то, что мы знаем. И погулять по парку. Почему не стали брать экскурсию? Потому что, ну ходить по парку, как бы гулять, мы так в Википедии можем прочитать и рассказать вам, что мы знаем. Во дворец не пускают, без вот этих жетонов и без экскурсий. И сейчас я ее так развел, там, кассиршу. Ну она сама сначала так болтнула. Короче, ну какую-то небольшую, совсем толику, маленькую частичку показывают, когда ты заходишь внутрь. Ну платить за это лишние там 100 рублей с человека. Ну как-то. Мы ходим с экскурсиями. Решили воздержаться. Да, но тут решили воздержаться. Потому что, где мы были в Массандре, в Леваде, ну во всех дворцах практически мы были. Мы не были только вот в этом, в Дюльбере. Не были в Воронцовском дворце. Но где во дворец спускают и где есть история, естественно, что мы берем экскурсии. Потому что никто, кроме экскурсовода, так не расскажет о истории того или иного исторического объекта, да, как экскурсовод. Поэтому вот так. Ну вот какие-то женщины ходят. Корпус один, корпус два. Все бежит и течет. Привет. Минеральная вода сакская. Будешь пить? Нет. Вот какие-то беседки. Ну, короче, это практически единственный, мне кажется, из таких дворцов, где до сих пор, ну, как бы дворцов именно исторических, где находятся до сих пор пансионаты. Я считаю, что, как бы это ни прискорбно звучало для собственников или арендаторов вот этого, как это называется? Не, не, ну вот нет. Кто берет, ну, вы знаете, вот эти архитектурные здания, кто размещает, короче, вот этот вот пансионат. И мне считаю, что, я считаю, что это нужно отсюда забирать, их отсюда вывозить. У государства явно есть деньги, чтобы от них откупиться, отплатиться. И это просто нужно превращать просто в... Во-первых, реставрировать. Потому что то, что мы с вами видим, находится в плачевном состоянии. И уже сейчас понятно, что собственник не следит за архитектурой, за строением. Видите, что все, лепнина и краска вся отошла. Поэтому, конечно, за этим всем нужно смотреть. Это нужно отдавать государству. За это нужно брать деньги. Не 200 рублей, пусть это будет 500-600 рублей, как во всех других экскурсионных дворцах. И на это восстанавливать данный объект исторический. И это лично мое мнение. А так, вот в этих всех... Видимо, где-то располагается администрация, где-то располагается... Вот корпус 2. Видимо, где-то тут за 35 тысяч, за 5 дней, лечится. Ну, вот этот корпус, который мы с вами прошли, второй, это в 1938 году было построено и уже советскими архитекторами. И в нем всего, по-моему, 17, да? Номеров на 34 человека. Это по подобию самого дворца Дюльбер сделано. Поэтому это, скажем, может быть, и несет какой-то прямо исторической нагрузки. Посмотрим, в каком состоянии находится сам Дюльбер дворец и оценим с вами по пятибалльной шкале и в каком состоянии это находится. Ну, вообще не понимаю, для чего... Ну, в советское время, ладно. Сейчас куча пансионатов, которые можно построить и для чего такой исторический центр, культурный центр в Ялте, в Большой Ялте, держать здесь пансионаты. Номер здесь стоит... Вот мы сегодня разговаривали с... соседкой по пляжам, так скажем. Она сказала, что у нее подруга именно сейчас здесь отдыхает. И она заплатила за 5 ночей... За 5 ночей... 30, что ли, тысяч? 35 тысяч. Ну, типа здесь все включено, типа трехразовое питание. Ну, я не знаю. Мы в том году тоже хотели, кстати, сюда заселиться. Я, Пашка, Юлька. Но мы отказались от чего? Потому что зачем мне трехразовое питание? Если я сюда приехал, как тюлень лег, тогда, скажем, это другое дело. А когда... Когда, так скажем, ты путешествуешь, как мы, утром позавтракали, потом покупались... Это, скажем, сказать, покупались, потом позавтракали, уехали, и только приехали поздно вечером, зачем мне тут нужен обед? Ну, вот этот самый дворец Дюльбер. Мы спустились буквально... Вот где люди идут сверху, и вот сюда. Один пролет. Но... С этой стороны он особых впечатлений, таких глобальных, я что-то как-то не увидел. А вот поэтому... Посмотрим, что тут дальше будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, и небольшая история, которую мы нашли про этот дворец, и то, что стоящее, мы вам сейчас обязательно покажем, расскажем. Дворец Дюльбер, в переводе с арабского прекрасный, был построен в 1800-1997 году по проекту архитектора Краснова для великого князя Петра Николаевича Романова в мавританском стиле. В 1922 году во дворце был открыт санаторий Дюльбер для партийных работников, политкаторжников и зарубежных революционеров. Позже его переименовали в Красное Знамя. Здесь в некоторое время отдыхали Клара Цеткин, Хо Ши Шин, Хо Ши Мин и многие другие. И в 1982 году, короче, нет, в 2015 году его снова вернули в общем в Дюльбер, да, и здесь снова находится санаторий. Ну и самое главное, то, что самое, в интернете пишут, главное не про дворец, что он несет какую-то ценность, культурную, как культурное достояние республики имеет ценность вот эти пальмы, которые находятся на главной аллее около круглого фонтана и вот эти, так скажем, пальмы несут почему-то большую ценность, чем сам дворец. Короче, вот такая вот история. Для меня это как-то очень странно. Но, скорее всего, что если они несут какую-то ценность, эти пальмы, скорее всего, значит, их посадили или сам Петр Николаевич, его жена, ну или посаженных в то время, когда-то были. Вот, поэтому нам это не рассказала Википедия, но только остается быть догадками. Остается все, что мы с вами поразмыслили, почему дворец несет меньшую ценность, чем пальмы, которые находятся около круглого фонтана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok фонтан. Причем, только я хочу сказать, что деньги немалые, за 5 дней 30 тысяч рублей, пусть даже с трехразовым питанием, брать такие деньги с постояльцев и никак не поддерживать состояние самого дворца. Это, конечно, вообще ужас. Плюс является еще в прошлом году, что здесь есть парковочные места для гостей, кто приехал на машине, то есть парковочное место вы оставили, отдыхаете и все. Ну, зачем тогда сюда приезжать на машине, если ты отсюда не можешь выехать, потому что у тебя оплачено трехразовое питание. Смысл какой? Такой достойный фонтанчик, конечно, убогий тоже, да, за 35 тысяч, они стоят с человека, одного человека обслужи, засели и на 35 тысяч накупи форсунок, чтобы она красиво брызгала, а не знаете, как в туалете, знаете, в этом, в общественном как будто кто-то забыл закрыть кран, в писсуаре как будто туда бежит и бежит и бежит и бежит. Сейчас опять скажете, что я возмущаюсь, блин, разве это неправда, разве я неправду матку говорю, по-моему, так и есть, да, это красиво, это прекрасно, красивое место, пальмы, туи и все остальное, ну, вот, оно как есть, ребята, как есть. Плюс этого места в том, что вот вы за эти 200 рублей можете приехать и как нам знакомая женщина сказала, кстати, почему-то не сказали, что они из Петербурга, а они из Питера, они из Ростова, а я сегодня одной там говорю, вас в Питере, она говорит, ну, в Питере я вообще ни разу не была, и как бы, вот, как эту экскурсию взять, вообще-то вообще не представляю, что это за город, в Петербурге, сегодня гроза, в Петербурге сегодня дожди, ну, короче, это меня Ирина, значит, запутала, что... нет, она сказала, что земляки, да, а вторая женщина, которая сегодня пришла, она из Петербурга, она говорит, москвичи, мы вас так ждали, и так ждали, говорит, ну, по ней сразу было видно, что она, ну, Питер, Петербургская, потому что, ну, она, так скажем, как-то так поздоровалась, познакомилась, сказала, что мы вас ждали, ну, и как-то так обособленно, в стороночке, вроде бы, как бы разговаривает, ну, как мы, москвичи, а в Ростове, а-та-та-та-та, они там вообще, такие, ну, как скажем, ну, с одной стороны, это хорошо, компанийские, да, так скажем, такие прям простушки, там отдыхает, ну, женщина с дочкой, и получается у дочки сын, вот, поэтому, они такие совершенно, полностью отличаются, вот они сказали, как раз, значит, что это здесь женщина, их знакомая отдыхает, и что здесь на пляже буквально 2-3 человека, в отличие от Ялты, от ваших, поэтому сейчас спустимся туда, обязательно посмотрим, можно было, кстати, взять трусы, и здесь искупаться, да, вот, мы будем знать, что на обратном пути, мы можем заплатить 200 рублей, и покупаться здесь, какой-нибудь день, когда он будет, может быть, и элиту подобьем, залезть, и с матюшей, он готов сразу, и надолго, в воду залезть, так, здесь, что у нас, горная речка, какая-то, да, до канализации, ну, вроде не пахнет канализацией, пахнет, какой-то этим, какой-то водой, просто горной, тиной, бассейн, у них здесь есть, видите, вот, ну, вот, бассейн прямо, ну, тоже не понимаю, зачем плавно приезжать, в, как называется, на море, на черное, и потом купаться в бассейне, в шторм, ну, и, видимо, какой-то бассейн, который, находит, работает в зимнее время, в зимнее время, вот здесь можно покупаться, с видом на черное море, тоже неплохо, да, вот это вот, хорошо, красиво, но, если он был бы сделан еще туда побольше, и сейчас в летнее время, мы где с тобой были в, в, господи, как он называется, в Сочи, в жемчужине, там есть прямо, ну, выплывать можно так, как бы, на улицу, это, в общем, это прикольно, ну, и так неплохо, тоже зимой, с видом на море, купаться, там шторм, холод, ветер, а вы в тепле, вот, ну, многие, я знаю, что приезжающие, даже мы, когда были в Турции, они почему-то на море не ходили, а купались в обыкновенной прессе на воде, смысл тратить огромные деньги, когда вы с тем же самым превосходством, можете просто покупаться, где-то, так скажем, в бассейне у себя в городе, в чем прикол, как бы, я не понимаю, кто, у кого какое мнение, напишите в комментариях, не забывайте поставить пальчик вверх, за это видео, сейчас остановить на паузу, и поставить пальчик вверх, написать ваш комментарий, вот, и, что, не забывайте подписываться на мой тикток, николайхнижне подчеркивание кино, и на мой инстаграм, николайхнижне подчеркивание кино, море какое интересное ну смотрите что здесь происходит такое здесь место прибоя чё паши говоришь наверно вот загорает лава чувствует ее коллеги плавают другом месте там просто купальна и у них места здесь видимо место для чтоб погреться в общем что вот такой здесь каменный пляж и кстати не так много людей а вот видите с той стороны с правой кафе дюльбер и вот видимо новые какие-то а как это называется пансионат построенный прямо с видом на море за главным дворцом и людей-то кстати не так много сделаны такие вот какие-то лежаки но за 30 тысяч рублей за пять дней лежаки уж можно было конечно наверху и получше поставить ну и снизу тут может быть это еще за отдельную плату более современные лежаки пластмассовые там какие-то железобетонные деревянные ну и как тебе нацелился что что тебе надо ялкинское мороженое ялкинское мороженое ну ладно хорошо а девочку могут арестовать за пропаганду лгбт-сообщества так же как и мороженое радуга ну так-то вроде бы как вроде бы вроде бы красиво но не знаю что-то как-то вот не то понимаете что-то как-то не так вода чистая прозрачная сегодня и в ялте она чистая и прозрачная единственное что сегодня мы когда купались когда купались вода теплая но когда выходишь из того что ветер сильный замерзаешь моментально сейчас 30 градусов утром было паспорно были дожди где-то часам я пол седьмого пришел на пляж где-то часов 8 минут 15 29 вышло солнце но ветер почему-то очень вот сильный и было ну холодно выходить просто замерзаешь до трясучки посмотрим что будет вечером потому что мы сейчас купаемся два раза пока получается это утро мы выходим и потом вот после вот этих поездок мы едем еще где-то купаемся или тот же самый ялте второй раз где-то часов 5 6 вечера еще идем на пляж раз еще раз повторюсь заплатив 30 35 тысяч за пять дней вы можете полежать бляха-муха вот на таких лежаках это чё издевательство какое-то или так скажите мне а этот есть мороженое а я нет если честно признаться я почему-то думал что сам дворец и сам парк должен выглядеть немножко побольше вот где мы были там либо диском в ассандре в каких дворцах здесь по сути дела почему-то вот мы спустились один полукруг и вышли сюда на набережную и больше ничего нет за что здесь опять брать 200 рублей вопрос но в любом случае мы должны сюда были попасть мы про этот дворец читали знали мы не попали в него в том в прозапрошлом году в этом году для галочки мы поставили вот так вот чтобы для сумасшествия сюда попадать рваться и например ставить на чашу весов ливадию массандро и дюльбер дюльбер находится на третьем месте поэтому если вы попадете не захотите просто для своей коллекции для своей галочки что в крыму вы покупаетесь на разных пляжах покупаться например именно здесь дюльберия ну делать скажем особо здесь ничего честно схему такие советского типа висят очень тоже странно но вот это вот более современная конечно и дата неправильная стоит ну ладно скажем и так сойдет вода 25 градусов воздух 27 и вот такие советские таблички до врачебная помощь пострадавшим рыбакам пожалуйста здесь значит морской дракон сделан и морской дракон фотография как он типа должен выглядеть вживую и как он выглядит когда высохнет ну кстати действительно вот таких рыбок очень много плавает тараньки очень много затем значит рыбка барабуля видно было еще какая-то называется если вспомню я вам скажу как она пронизается кипаль ну небольшая конечно где-то вот с пол моей руки но достаточно прикольная радежка а я она кстати не это не уплывала от меня я практически и мог вот так вот рукой взять она маленькая путь растет и пальто черноморская еще тут прикол пашу и лодчим что оказывается вы не можете отдыхать там где вы хотите а вот здесь например отдыхают по карте только два и три там где-то в начале где мы шли была карта 1 и есть еще какой-то типа лечебного пляжа а вот это все называется солярий с деревянными я вас не обманываю вот такими лежаками и ну есть перемешку какие-то в маленьких случаях пластмассовые которые вот разбросаны мне как-то это не очень нравится вот люди в шахматы играют карта номер один спасательный пост вот видите на лодка такой вот это спасательный пост пляж для отдыхающих по санаторно-курортным книжкам любяжий до лечебный пляж лечебный пляж вот такая вывеска на самом деле и полнота а это и и и и и и и Продолжение следует... 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 Ну, как-то можно восстановить, наверное, сделать новоделы под старину. И было бы намного интереснее. Я думал, что это магнолия, это какой-то вечно зеленый олеандр. Но вот сколько, два года подряд мы здесь были, почему-то он не цвел. А вот в этом году праздничном, третьем юбилейном, в посещении наш Крыма, он зацвел. Что-то сел. Сел на пенек, съел пирожок. Съела-поела, дальше пошла. Вот здесь тоже крутой подъем от пляжа, получается, вверх. Но хочу вам сказать, что в Ливадии, чтобы от Ливадийского дворца спуститься к пляжу, в тысячекратно, дольше, круче. И невозможно потом спускаться-то одно, но мы даже, так скажем, нам надоело спускаться. Ну вот, подниматься. Что это? Служебное помещение. Ну тоже, типа, сделано под дюльбер. Явно, что это какой-то новодел. Как это? Ну, наверное, да. Как общежитие. Хамок, наверное, сюда не пускают, который в столовухах в Ялте работают. С этой стороны дворец так выглядит. Тоже. Ну запущенный, правда, неужели, блядь, побелить нельзя? Ну, здесь, я вот посмотрел на сайте. В зависимости от корпуса. Ну, понятно. Ну, люкс, не люкс, полу люкс, и все ясно, это не стандарт. Стандартный номер, есть две программы. Просто, классические, есть с лечением. Ну. Вот, допустим, давай посмотрим. Мы же пойдем в тенек, сядем, и ты нам прочитаешь, что мы же с ребятами просто все спрели. Ты нас водишь по солнцепевку на улице 35 уже. Поэтому сам МО. Слушай, а вот ребята спрашивают, когда мы будем снимать на Google Pro под водой, такая чистая вода, пока. Да? Это твоя вода? Где-то так бесплатно здесь раздают. Бархатцы растут. Ой. Ну, наверное, самое дорогостоящее, это вот в старом корпусе, наверное, здесь какие-то есть номера, хотя здесь кондиционеров. Это что-то всего раз, два, три, четыре на этой стороне, пять. И вот там я видел шесть. Вот Наташиной головой. Вот там, где-то, да, вот-вот-вот, на этом дальнем балконе наверху. Так, это вот цена. Корпус номер три, классическая программа. Двухместный номер стандарт, один человек. Третий, это получается вот тот новый. Ну да. То есть, вдвоем за двухместный номер восемьсот. Нихрена себе. Ну, включено, типа, питание, но медицинская программа не включена. Ну, и нахера мне это нужно с питанием. Что они тут, красный крой кормят? Добрительная программа почему-то дешевле, чем классическая. Ну, потому что, видимо, там тебе не дадут мясо, а положат только брокколи. Женщина вышла на страшный старый балкон, сушит трусы и лифчики. Ну, и что дальше-то? Однокомнатный полулюкс, четыре девятьсот, на двоих, соответственно, девять восемьсот в сутки. Кужас. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Корпус другой, какой-нибудь. Корпус два. Четыре-сто. Четыре-сто. Оздоровительная, 3900. Ну, и восточная оздоровительная, скорее всего, там, наверное, не трехразовое, одноразовое питание. И утром вам дают кисель и какой-нибудь брокколи. Мне так кажется, такое питание, поэтому три. Поэтому на косарь меньше, чем в обыкновенном. Можно быть, сеймер, посещаем, пронеживая, сзала. Ну, слушай, все вроде входит одно и то же. Почему с лечением дешевле, чем классическое? Ну, что-нибудь. Ну, ты позвонишь и спросишь? Ну, в любом случае, Паша, с лечением, без лечения, за 10 тысяч на двоих в сутки, это, по-моему, перебор. За пять дней мы должны были бы отдать 50 тысяч. Ну, если мы заехали бы сюда. Я могу поесть то, что мне хочется. Я могу выпить, не знаю, стакан молока и съесть булочку и сэкономить на этом. А в следующий день, грубо говоря, там, или на ужин, я могу съесть шашлык, салат какой-нибудь вкусный или еще что-то. И потратить на это там тысячу рублей. А здесь неизвестно, что тебе будет давать. Как у нас на теплоходе, люди ругались, потому что в ресторане, в ресторане, ну, в шведском столе ты сам тоже понимаешь, что может быть. Сосиска непонятно какого производства. Колбаса и сыр. Костромской. Хотя Костромской очень вкусный. Нет, наверное, вот тут не пробовали, вот тут Ялкинский. Вот так, Крымский. Ребята, не знаю, как вы, но мне кажется, это перебор. Даже за трехразовое питание, за сутки за два человека, 10 тысяч. В стандартном номере не люкс. Стандартный номер, это да, правильно, вот, кстати, пометил, что это стандартный номер, 10 тысяч на двоих. 10 тысяч на двоих, стандартный номер. Ну, просто с трехразовым питанием. А в люксе что творится? И что здесь? Особенно вот, охренительный какой-то пляж. Охренительное какое-то место. Я понимаю, что каждый уважающий себя гостиниц, должен уважать, угощать своих гостей шведским столом. Ну, не шведский стол. Что там, постельное белье каждый меняет, как в Турции? Я сомневаюсь. Что там, тебе полотенца каждый меняют, как в Турции? Санузел тебе убирают каждый день? Я вот сомневаюсь. Ну, за 10 косарей, знаете. Я лучше поживу там, в Ялте, где есть развлечения, где я могу походить по набережной, где я могу выбрать любой ресторан, где я могу выбрать любое кафе, просто съесть бургер или съесть какое-то суперкрутое отбивное, отбивное какое-то и суперкрутой салат, где там есть красный экран, не знаю, осетрина, еще что-то и заплатить за это, не знаю, там 5000 рублей за этот салат. Или съесть бургер, который будет стоить 200 рублей, там, с кока-колой. Ну, можешь приезжать сюда... Зимой. Зимой. В январе. На 1600. Нахера, а не мне? И что я здесь буду зимой делать? В бассейне в том плавать. А? В бассейне в том плавать? Я в Москве хорошо плаваю в своем бассейне. Ну, короче, ребята, цена не соответствует качеству. Вот и все. Потому что, я еще раз повторю, что то, что отличие Турции, например, то же самое за те же деньги и вот этого места, ну, с таким обшарпанными, во-первых, стенами, деревянными страшными этими балконами, я понимаю, что это памятник архитектуры, и это нельзя ничего там, так скажем, переделывать, но это же можно все отреставрировать. Ведь вот эти страшные старые облупившиеся бабушкины балконы, которые и дерево все облупилось, и снизу все облупилось, вот это же все можно привести в порядок, если вы берете такие огромнейшие деньги. Вот ведь видите, все стены страшные, старые, их же можно повелить в конце концов. Смиваешь на шведский стол там семга, форель. Нет, конечно, Паш, о чем ты говоришь-то? Может, там, конечно, богатый шведский стол. Ну, Паш, крабов, кальмаров. Да, икра черная, икра красная, икра заморская, баклажанная. Нет, конечно, ты что, если в таком виде находится сам санаторий, то вот точно такой же, ну, курица, колбаса какая-то, сосиски, сыр, все это, конечно, есть, там огурцы, помидоры, наверное, какие-то фрукты, ну, разве это все стоит таких денег? Так, тем более ты находишься на юге. То, что, блядь, в Лапландию, блядь, улетела, что ли? За эти, блядь, деньги можно три витка вокруг земли совершить. И еще останется с дачи. Гремят посуды, как школьной столовой. Столовка, видимо. Ну, вот это не похоже, конечно, на ресторан, очень похоже на столовуху. Ну, опять же, хочу сказать, что пюрышку накладывают, размазывают синюю по этому, по... А вот одна из услуг, включенных в стоимость проживания. Это бильярные теннисные столы. Пожалуйста, вот такие страшненькие. Все советское. В случае необходимости, есть зона отдыха в виде... В виде старых диванов и кресел. Чуть пары, чуть 90-х. Ну, да, конечно. Если сравнить, что это, наверное, какого там года постройки, 70-х, наверное. Уже советское явно алюминий, профильный алюминий. Вот. Пожалуйста, из бумаги. За ваши сумасшедшие деньги вы можете посмотреть на страшные бумажные цветы, сделанные из салфеток. Ну, видимо, какой-то кинотеатр, что ли это было, или что, я не знаю. Причем, причем выгоренные, выгоревшие эти столы. Ни кондиционера, ничего. Представляешь, там какая духотища? Нет такого кондиционера? Ну, нету, где-то его, видимо. Вот, посмотри, по периметру, чтобы я не обманывал. Где кондиционер? Нету ни одного. И лампочек нету, которые когда-то должны были. Это из советских построек. Все. Затыканные, видите, тряпки. Люстры, да, смотрите. Холодно будет, но сталкают обратно. Видите, щель? А там скотчем заклеен. Паш, ну за 10 тысяч, что, слабо пожить вот так, блядь? Минимум. А если подороже, наверное, там уже каким-то полиэстером забито. Полиэтиленом каким-то. Я не говорю, что это должно быть некрасиво. Конечно, красиво. Туя какая. Это же не туя, это же по-другому называется. Нет. Не пихта. Как она называется? Ну, наверное, можжевеловая роща, да? И вот, ребята, танцпол, видимо, какой-то здесь лакированный пол. Все, как вы любите, конечно. Ретро-дискотека здесь. Здесь надо Рихтера сюда. Дискотека в стиле зажигай. Вечерина у Марины и Сергея. И кинотеатр здесь. Посмотрите, вот он стоит. Я не знаю, видите вы или нет. Да подожди, я хочу показать кинотеатр за 10 тысяч в сутки. Какая VIP-зона? Да подожди ты, вот он стоит, натянутая херня, которая у нас в школе была. Еще в 2000-х, ой, какие 2090-х? Что тут? VIP-зона. А, VIP-зона. Паша, я не знаю, вот, я не знаю, как сказать VIP-зон. Так у меня отсвечивает. Вот, ребята, с краю, видите, красные кресла. Да это в чистой VIP-ку. Чистой VIP-ка, да, 2-3 кресла стоит, люксик. Люксик. Ребят, здесь в косаре сутки. Есть, да, пианино? А нет больше кресел. Паша, короче, это VIP-зона. Видишь, красные кресла. А там странные, страшные. Это, как бы, ну, для так, для шерпотреба. Ну, кто-то за десяточку отдыхает. Кто вот за 20 сутки, за твоих, сидят здесь. А кто, короче, за десяточку в сутки сидят вот там. И вот там, значит, музыкальный инструмент. Наталья Степана из бухгалтерии или из библиотеки. И играет по вечерам вот на этом расстроенном, явно, рояле. Пиздец, ребята. Ребят, это вообще круто. Слушайте, ну, такого вообще я давно не видел. Ощущение, как будто реально я опять в Припяти. И все, просто люди вымерли. Не, конечно, круто. Ну, вернулся, походить, там, что-то сделать. Посмотреть, просто. Посмотреть, да, как бы. Ну, возможно, чтобы это там что-то работало. Кинотеатр, там, дискотека. Чтобы, ну, как бы это, ну, все движение какое-то было. Что там Клади Иван на пианине играет. Это уже театрализованная постановка. Здесь нужны деньги, профессионалы, режиссеры. Понимаешь, театрализованные представления. Ну, как бы отдыхать здесь, конечно, да. Ну, заповтори, пожалуйста, отдыхать минимально за 10 косарей. Вот, воспользоваться вот этим. 10 косарей мы вдвоем, вдвоем бы оставили. Чтобы нам, ну, грубо говоря, мы отдыхали в каком-то из корпусов. Хорошо, не будем брать что-то. И, например, в развлечения у меня входило вот это вот дребедень. Ах ты нахал, бесплатно. Входит в 10 тысяч рублей. Но виды, бляха, муха, замечательные. Неподкупные, конечно, виды. А? Ну, это же они сами все эти виды делали. Поэтому тут это самое главное, то, что увидите из окна. А то, что у вас будет стоять в номере, и чем вас будет кормить, и чем вы будете дополнительно, например, пользоваться, это уже вас не должно волновать. Вы сюда приехали оздоравливаться, молодой человек. Ходить, гулять, дышать. А где вы будете спать? На хорошем матрасе из осконы или на панцирной кровати из 70-х годов, 60-х. Вас это не должно дышать. Вообще никак. И тем более, вот эти замечательные цветы сделаны Клавдией Ивановной. в 67-м году она это делала на вечер выпускников. Белая вечеринка, которая называлась. Белый вечер. Ага. Я лучше к себе. Я лучше к Жанне. Лучше к Жанке. Мы поехали в Ялту, наверное. Лучше там. Ну, это меня шокировало, наверное, Балаклава. Меня шокировало с ее неподкупным. Когда туда нельзя попасть. И вот это за три года второе место, которое меня шокировало. Но красиво. Природа красиво, безусловно. Мы говорим только, в частности, только про цены, про ценовую политику и про насыщение данного курортового комплекса. Еще одна моя конкурент, блогерша. Паша, отойди. Паша, отойди.